Еще об одном нововведении на этот раз для водителей. Уже со следующего месяца они смогут предъявить автоинспекторам водительское удостоверение в виде QR-кода, который можно будет оформить в приложении госуслуги.авто. Подробнее об этом рассказывает наш корреспондент. Автомобилистам, которые решат воспользоваться сервисом, необходимо будет загрузить водительское удостоверение в приложении госуслуги.авто. Программное обеспечение служебных планшетов инспектор ФДПС позволяет не только распознать водительское удостоверение по QR-коду, но и проверить его подлинность. Интересно и то, что приложение госуслуги.авто работает оффлайн, то есть водителям. Для того, чтобы предъявить электронное водительское удостоверение, не нужно будет подключение к интернету. А автоинспекторам, для того, чтобы проверить те или иные документы, также не будет требоваться доступ в интернет. С 1 октября начнется режим опытной эксплуатации этой системы. Это значит, что будет проходить настройка оборудования у сотрудников, обучение работе инспекторов с новыми данными. После того, как со всем личным составом будет приведена такая работа, соответствующее распоряжение вступит в силу. И тогда действительно на дороге можно будет смело предъявлять смартфон с правами. Но это не значит, что возить с собой водительское удостоверение больше не потребуется. Особое внимание обращаем на то, что наличие водительского удостоверения, оформленного в электронном виде, не освобождает водителя от обязанности иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде, согласно пункту 2.1.1 правил дорожного движения. Если у водителя не окажется на руках бумажного варианта прав, ему может грозить штраф 500 рублей. Поддерживать ли данную меру жители Верхневожья, мы спросили у них самих. Я думаю, простит, надо попробовать. Со временем все будет ясно. Однозначно не сказать. А вы бы перешли бы? Я думаю, да. Я не знаю, у меня прав нет вообще. Как вы думаете, как будет удобно? Один QR-код иметь или просто водительское удостоверение? Да я думаю, QR-код. Естественно, удобно. А чем удобно ему? Тем, что все всегда под рукой в смартфоне. Как можно заметить, тверичане положительно отнеслись к нововведениям. Остается надеяться, что мера в скором времени будет официально введена и предоставит больше удобства для водителей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...